Так Алексей Богаткин выглядел после происшествия. Зубы выбитые, переносица сломана, два перелома верхней челюсти. Вечер в кафе, приятно начинавшийся в кругу семьи и друзей, привёл к неожиданной развязке. По словам Алексея, словесная перепалка началась с разбитого стакана, за который директор кафе в грубой форме потребовал немедленно расплатиться. Подсудимый уверяет, беседу вёл корректно, а агрессия, напротив, исходила от нетрезвых оппонентов. И я просто попросил обратить внимание Алексееву на то, что Богаткин всё уже, бухой, не надо порядок, ничего не надо, за это всё равно же придётся платить. Я вообще никому не трогаю. По словам подсудимого, один из молодых людей набросился на него с кулаками, второй направился к нему с ножом в руках. Никого мы ни на что не провоцировали, а конфликт непосредственно начал он. Я давал отчёт себе в своих действиях и твёрдо стоял на ногах. Нож я не брал в руки и никого не шёл. Я пытался, когда Яковлев напал на Алексеева, я попытался его разнять. В этот момент молодого человека ударили, и он потерял сознание. Тот, кто бил, сейчас проходит по делу в качестве свидетеля. После драки компания поспешила покинуть кафе. И в этот момент, говорит Алексей Богаткин, последовал очередной удар в лицо, уже от Яковлева. Молодой человек перенёс сложную хирургическую операцию на верхнюю челюсть. Её пришлось крепить металлическими пластинами. Чей удар стал роковым, предстоит решить суду. Рассмотрение уголовного дела продолжается. Чтобы установить детали произошедшего суду, необходимо опросить всех свидетелей. Подсудимый Яковлев по-прежнему остаётся под подпиской о невыезде. В случае, если его вина будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.